Метод мышеловки Метод мышеловки Метод мышеловек Метод мышеловек Метод конверта, он такой же, как метод мышеловки, просто там смысл в том, что там делаются вот эти два вертикальные разреза при мышеловке, делается один горизонтальный. Я пользуюсь методом вот этого конверта только в одном случае, если пересаживаю свободный соединительный ткан и вот этот сапитолиальный трансплантант на ножке, когда закрывается в области удаленного зуба, небольшой дефект при одномоментной имплантации, при недостатке ткани, при какой-то изначальной удалении зуба, установке имплантата. Но без нагрузки, например, нужно закрыть полностью лунку. Ну, в таких каких-то особенных редких случаях. В основном, это метод октан, классическая абсолютно методика, 100% прогностичная, нет у нее никаких проблем. Самое главное, это знать анатомию неба, понимать, где вы работаете, в какой зоне. И происходит сживление вторичным натяжением, бояться этого абсолютно не стоит, 5 суток и небо все полностью эпитализируется, в худшем случае 7. Я накладываю туда коллагеновую губку и ушиваю донорское место всегда, не оставляю под повязки. Некоторые коллеги в Италии, в Германии часто под повязки, под мазевые и под специальные протекторы ортопедические, как капы такие, они назначают пациентам на 7 дней. Они 7 дней с ними ходят. Ну, в общем-то, кому просто как нравится. Мне кажется, что не имеет никакого значения, потому что заживает и там, и там хорошо. А почему? Мы берем трансплантат, не травмируя надкосницу. И не забираем трансплантат с надкосницей. Соответственно, надкосница, которая осталась на принимающем, на донорском, да, участке, она дает быструю регенерацию. И если толщина слизистая на небе позволяет сделать ни глубокие разрезы, ни травмируя глубокие слои, да, комбиальный слой надкосницы, мы вообще не получаем фактически даже никаких болезненных ощущений у пациента. Условия вот эти все сойтись. Если, конечно, толщина десны в области неба такая, достаточно минимальная, и нам ее только-только хватает на объем трансплантата, конечно, есть какое-то небольшое повреждение надкосницы. Но, опять же, в связи с тем, что она остается на поверхности костной раны, заживление происходит очень хорошо и быстро. И болезненность какая-то... Ну, присутствует у пациента 2-3 дня обычно это какие-то такие жалобы при заболе больших трансплантатов. Мы на сегодняшний день при корональном смещении, при латеральном смещении, при ротированном лоскуте применяем эпитеральный соединительно-тканный десневой трансплантат с последующей деэпитализацией. Почему? Потому что в 95% этот трансплантат перекрывается слизистым надкосничным лоскутом. Поэтому он обязательно деэпитализируется. В чем его преимущество? Еще раз я очень хотела бы на этом остановиться. Деэпитализация происходит его вне полости рта. И это намного упрощает и технически ваши действия, и это упрощает само вмешательство и ускоряет его. Поэтому это очень важно для получения трансплантата уменьшать время операции. Чем меньше он находится в каких-то критичных, неблагоприятных для него условиях, тем лучше для выживаемости этого трансплантата. И получение необходимого также объема трансплантата менее инвазивным методом тоже является вариантом выбора. Но на мой взгляд уже кроме немцев вот эти субопиталиальные имплантаты мышеловками никто не берет. Я видела еще у Хюслера последний раз в прошлом году, он показывал вот эти субопиталиальные трансплантаты. Но как-то все на него, итальянцы на него все так посмотрели очень с недоумением. Потому что, конечно, они уже вообще не стараются уходить от этого метода, поскольку она очень все-таки травматичная. Применение свободного десневого депатализированного трансплантата, то устранение рецессий, двуслойные методики и тоннельные методики. Ну, тоннельный метод мы применяем при устранении множественных рецессий, двуслойные методики мы применяем как при устранении одиночных рецессий, так и при множественных. И также свободный десневой трансплантат вы имеете право применять при устранении рецессии в области имплантата. Забор. Какая может быть донорская зона свободного десневого трансплантата, доэпитализированного и нет? Выбор у нас, к сожалению, не очень большой. Это либо область твердого неба от второго премоляра до второго маляра, или бугор верхней челюсти. К большому сожалению, бугор верхней челюсти в большом количестве клинических случаев занят либо третьим маляром, либо еще какими-то конструкциями и так далее. И он не всегда нам открыт для доступа. Но твердое небо – это то, где мы всегда можем взять трансплантат. Самое главное, чтобы вертикальный размер дофорамон майер-полотенали позволял нам сделать необходимую высоту трансплантата. На сегодняшний день считается, что 4 мм высоты или ширины трансплантата достаточно для его выживаемости. И для работы, для создания прикрепленной десны. Это вот последние самоисследования. Ну, честно, я могу сказать, я, конечно, беру чуть-чуть, все равно побольше, как-то так оно понадежнее. В области имплантатов, мне кажется, что эта цифра пока не конкурентна. То есть, конечно, 4 мм в области имплантатов, поскольку там 50% принимающего ложа будет металл. Я не уверена, что это правильная какая-то цифра. 4 мм – это вот последняя такая тенденция. Поэтому на сегодняшний день говорят о том, что всего лишь 18% пациентов нельзя забрать. Свободный десневой трансплантат, все остальные, да, имеют такую возможность. Как происходит забор свободного десневого или депилитированного трансплантата? Это прямым методом. Измеряется толщина соединительной ткани в донорской зоне. Определяется расстояние до сосудистонервного пучка, выходящего из фараманмар по латинали. Измеряется необходимый трансплантат. В зоне принимающего ложа вы измеряете градуированным зондом размер дефекта, который вы должны будете перекрыться сединительным тканом трансплантатом. Выполняются точки на донорской зоне и разрезы. Еще раз я повторюсь, разрезы неполнослойные. Полнослойные, мы не режем до кости. Старайтесь не травмировать надкостницу, когда вы забираете, по возможности. И происходит, вы делаете разрез. Да, я сужаю немножко. Вот такой вот. Берете анатомический пинцет. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике. Стоматологической. Города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Ну да. Но, во всяком случае, спасибо всем стоматологам и нестоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо. Мария Александровна, Алексей Николаевич, спасибо. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо. На высшем уровне.